Привет! Сегодня я расскажу о тех ножах, которыми я советую обзавестись в первую очередь, если вы более-менее серьезно решили заняться кулинарией. Итак, три ножа, три мастхевчика, без которых моя жизнь на кухне была бы гораздо сложнее. Самый главный нож на моей кухне, без которого я точно не смог бы обойтись, это нож шефа. Наиболее часто встречаемое в быту длина лезвия этого ножа 20-21 сантиметр, бывает и больше, но на мой взгляд это уже не так удобно. Лезвие должно быть сделано из прочной стали, углеродистой или дамасской. Оно ни в коем случае не должно гнуться, нержавеющее не годится. Керамику я тоже не люблю, на мой взгляд она слишком нежная и непрочная, быстро скалывается и ломается в какой-то интенсивной работе. Само собой, изначально нож должен быть хорошо заточен. Лезвие должно прочно уходить в рукоятку ножа. Рукоятка, в свою очередь, может быть из пластика, из дерева, нож может быть вообще цельным, стальным. Рукоятка должна быть эргономичной, нож должен комфортно лежать в руке, тогда работать им будет очень удобно. Кроме того, большим плюсом этих ножей, не всех, обращайте на это внимание, являются выступы у основания лезвия, за которые также удобно браться в каких-то вариантах нарезки. Этим ножом можно шинковать, измельчать. Благодаря широкому лезвию его можно также использовать в качестве лопатки, скажем, перенося нашинкованные или нарезанные ингредиенты в сковородку или в чашу для смешивания. Кстати, основанием рукоятки этого ножа можно легко отбить мясо или куриную грудку. В общем, нож шефа это то, что обязательно должно быть на вашей кухне. Нож номер два по приоритетности использования на моей кухне это маленький удобный нож для очистки овощей или резак, как его еще называют, или как его называют во Франции, кутодофис. Этот нож напоминает такую уменьшенную копию ножа шефа. Его лезвие гораздо короче, на мой взгляд, наиболее оптимальная длина 7,5-8 сантиметров. Этот нож также должен иметь хорошее прочное лезвие из качественной стали. Он не должен гнуться, но только если очень сильно постараться. Лезвие также должно достаточно глубоко уходить в рукоятку, чтобы нож легко не сломался в работе. Этим ножом удобно чистить овощи, обрабатывать, проделывать какую-то мелкую работу или использовать в какой-нибудь совсем мелкой ювелирной нарезке. Итак, овощной нож, резак или кутодофис. Нож номер три, который я также посоветовал бы иметь на кухне, это филейный нож. Форма его может немного отличаться. Он может быть вот таким или таким. Мой вариант филейного ножа называется по-французски кутодофиле де соль и прежде всего используется для разделки рыбы, для аккуратного срезания филе с костей. Но этим же ножом я легко срезаю филе с костей мяса или легко и аккуратно отделяю куриную грудку от костей. В общем, название филейного ножа говорит само за себя. Этим ножом удобно срезать, аккуратно срезать красивое филе с костей рыбы, мяса или птицы. Лезвие этого ножа отличается не только тем, что оно такое длинное, узкое и тонкое, но и тем, что оно очень гибкое. Благодаря этой гибкости нож максимально ювелирно проходит по костям, преодолевая какие-то неровности и срезает филе максимально аккуратно и красиво, чего не добьешься тем же ножом шефа, например. А еще этим ножом просто удобно что-то очень тонко нарезать или проделывать какую-то другую деликатную работу. Кроме того, этот нож я часто использую в кондитерских целях для какой-то тонкой аккуратной работы. Например, с его помощью я часто подрезаю коржи кексов или бисквита, срезаю верхушки, выравниваю коржи, опять же, благодаря своей тонкости, гибкости, он помогает сделать это максимально ювелирно. Именно эта тройка, на мой скромный взгляд, является наиболее необходимой на кухне, если вы решили всерьез погрузиться в кулинарию. Конечно, есть и другие виды ножей, которые тоже помогают сделать работу на кухне удобной, комфортной. О них обязательно расскажу в следующих выпусках. И также обязательно расскажу о том, как ухаживать за ножами и, конечно, об основных способах нарезки. Следите за обновлениями на канале. Подробности в моем Телеграме, ссылка под видео. Ставьте лайки, если хотите, чтобы следующее видео из этой серии появилось как можно скорее. Пишите в комментарии. С вами был Саша, Кукин Тайм, Кукин Рулс. Пока-пока. Пишите в комментарии. Моя жизнь на кухне была бы гораздо сложнее.